Когда мы говорим «здоровье», если у вас нет никаких заболеваний, это еще не значит, что вы здоровы. Утром, когда вы просыпаетесь, чувствуете ли вы себя живыми и бодрыми? Или наоборот? Английское слово «здоровье» — «health» — происходит от слова «целый» — «whole». У вас должна быть определенная целостность тела, ума, энергии и фундаментальной природы вашего существования. Если все это сонастроено, то когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете себя, будто только что родились. В таком случае вы здоровы. Одна простая вещь, которую вы можете сделать — просто измените свой рацион, чтобы на 40-50% он состоял из необработанных продуктов. То есть, чтобы пища была живой, ее клетки были живыми. Это может быть овощ, фрукт, орех, пророщенный маш. По крайней мере, 40-50% еды, которую вы потребляете, должны быть живыми. Вы едите мертвую пищу и хотите жить. Это немного сложно, потому что в таком случае вам нужно воскрешать мертвого. Все необходимые для переваривания пищи ингредиенты находятся не только в теле. Эти ферменты содержатся и в еде тоже. Во время готовки вы в значительной степени разрушаете эти ферменты. Когда вы употребляете пищу, в которой нет ферментов, телу приходится прилагать усилия, чтобы восстановить то, что было разрушено. И только после этого оно может приступить к пищеварению. Обычно первые час-полтора после еды тело начинает опускаться вниз. Потом постепенно оно восстанавливается. Замечали такое? Так что еда дает нам энергию. Но мы готовим пищу таким образом, что в первые полтора часа она отнимает энергию. И только потом медленно ее возвращает. Каким бы хорошим ни был ваш пищеварительный процесс, все равно вы никогда не сможете восстановить все ферменты, которые были уничтожены при приготовлении пищи. Мы можем сделать это только частично. Если ваш пищеварительный процесс здоров и силен, вы сможете восстановить от 40 до 50% того, что было уничтожено. Если же у вас слабое пищеварение, то намного меньше. Так что, если вы едите приготовленную пищу, 50-60% того, что вы съедаете, становится мусором. Но тело все равно приходится это обрабатывать. Тело затрачивает огромное количество энергии и проходит через очень значительный стресс. Для разных людей еда значит разные вещи. Но, по сути, для тела это топливо. Если вы используете правильный вид топлива, это будет функционировать определенным образом. Если вы используете неправильный вид топлива, тело будет справляться. Кое-как. Я не говорю вам, ешьте вот так и так. Просто поэкспериментируйте и посмотрите сами. Просто попробуйте и посмотрите. Сегодня вечером, вместо приготовленной пищи, просто поешьте фруктов и посмотрите. На следующее утро вам не понадобится будильник. Вы проснетесь еще до его звонка, и вы увидите, что глаза не будут слепаться вот так. Вы проснетесь бодрыми и с ясной головой. Люди не знают, что значит чувствовать себя абсолютно комфортно в своем теле. К сожалению, 95% людей этого не знают, поскольку используют неправильное топливо. Вы можете поддерживать это тело так, чтобы оно было легким, как ветерок. Оно просто будет лететь впереди вас. Вам не придется тащить его за собой. Оно должно парить впереди вас. И этого можно добиться, просто используя правильный вид.